После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Лукьянова Анатолий Иванович, выдающийся деятель советского государства, наш друг и товарищ по партии, человек, с которым нас связывали десятилетия совместной работы и служения нашей Родине. Анатолий Иванович, его биография, по сути дела, слепок советской истории, в великой эпохе, которой мы все гордимся. Он родился в мае 1930 года в семье офицера военного. Отец его погиб, сражаясь с фашистами, и он вынужден был в 14 лет идти рабочим на оборонный завод. Затем с золотой медали окончил школу, поступил в МГУ, закончил блестящий юрфак, там же окончил аспирантуру, защитил кандидатскую, потом докторскую. Он был крупным специалистом в области государственного права. Биография его складывалась довольно интересно, потому что человек был удивительно творческий и умел работать на всех направлениях. Это было высоко оценено. Он прошел все ступеньки государственной партийной работы и возглавил Верховный Совет СССР. В советской табеле о рангах это была вторая должность государства. Если посмотреть на его конкретные заслуги, он возглавлял отдел по обороне и безопасности и внес многое в тот щит, который сегодня нас бережет, в те разработки научных программ, которыми гордится современная Россия. Как юрист и специалист он не только окончил блестящий факультет, но и подготовил курс лекций. Если кто будет учить государственное право, те с удовольствием пользуются учебником, который популярен не только в МГУ, но и многих выдающихся учебных заведений. Если взять его партийную работу, он прошел все основные ступеньки, возглавил секретарем по обороне, но и кандидатом в члены Политбюро. А Верховный Совет занимал различные должности и многое вынес в разработку той конституции Брежневской 1977 года, которая и сегодня остается одной из лучших конституций, гарантирующей гражданам все права и достоинства. Анатолий Иванович верно отстаивал единство советской страны. Ельцинская клика решила с ним расправиться. На дачу, где он жил государственную, прислали целую роту. Боялись, что будет жесткое сопротивление и засадили его в матросскую тишину. Мы долгую упорно боролись за то, чтобы их всех выпустили. Более года Анатолий Иванович сидел в матросской тишине, но не сломался и не сдался. Наоборот, выйдя из тюрьмы, он активно включился в восстановление нашей партии и все сделал для того, чтобы возглавить комитет по законодательству в Государственной Думе. Он трижды избирался у себя на родине Смоленщии, избирался по одномандатному округу. Он один был из немногих депутатов, который в месяц минимум 10 дней работал у себя в округе, встречался с избирателями, отвечал на их запросы и письма, регулярно принимал граждан, был абсолютно доступен и корректен, прекрасно понимая, в какое сложное время живем. Тем не менее, все делал, чтобы облегчить учить простого труженика, будь то крестьянин, рабочий, учитель, врач, ученый, инженер или военный. В творческом отношении Анатолий Иванович был вообще уникальным человеком. На мой взгляд, он единственный на планете, который собрал живые голоса всех выдающихся людей 20 века. Я помогал ему издавать дискотеку, вот, и она содержит, если кто пожелает послушать, можно послушать выступления всех самых именитых и самых известных людей. Под фамилию Осиня он выпустил 11 сборников поэтических. У него чудные стихи, написанные хорошим языком, хорошим русским языком, отличался редкой грамотностью, достоинством и порядочностью. Ушел из жизни один из крупнейших деятелей, который верой и правдой служил трудовому народу, который оставил большой след в нашей жизни, которого страна будет помнить регулярно. Мы создали комиссию, возглавляет ее мой заместитель Кашин, поддержал активно Володин и аппарат Государственной Думы. Я проинформировал администрацию президента. Похороны семья определит сегодня, видимо, будут в субботу. В каком месте, это уже вопрос чисто семейного совета. Людмила Дмитриевна знает об этом, мы с ней проконсультировались, и дочь, и близкие занимаются этим. Приглашаем вас проводить его последний путь.